Естественно, в нашей работе, скажем так, есть такие нюансы, которые, скажем так, не совсем приятны. От услышанного в зале суда волосы встают дыбом, говорит адвокат. Когда звучали жуткие подробности издевательств, мама и бабушка потерпевшего ревели на взрыв. Следствие выяснило, учащиеся техникума на съемной квартире в течение пяти часов жестоко истязали своего однокурсника. Происходящее снимали на мобильный телефон. Потерпевший был так называемый белый ворон, в хорошем смысле слова. Он не пил, не курил. Отца нет, то есть фактически никто ему не мог преподать какие-то там уроки, значит, самозащиты. Очень был безобидный человек. И об этом знали они. И, собственно, для этого они и вызвали обманным путем, кроме потерпевшего и подсудимого, еще было четверо сверстников, которым было 16 лет. Все это учащиеся техникум Плеханова. По словам государственного обвинителя, четверо участников форги в материалах дела прошли как свидетели. Их освободили от уголовной ответственности, поскольку 18 им еще нет. На судебных заседаниях подростки вели себя дерзко и нагло. Откровенно наслаждались своей безнаказанностью, отмечает прокурор, не испытывали сожалений и стыда. Они практически и, в общем-то, поощряли своим поведением совершение преступления со стороны подсудимого, поскольку им это, как мы выяснили в судебном заседании, им это было интересно, как оказалось. И никто даже попытки не сделал каким-то образом защитить, как-то прекратить это действие. Но как девочки себя вели, это просто страшно, это скотство, ничего нельзя говорить здесь о морали, нравственности, какой-то доброте. Рядом с вами должно быть несколько человек еще, насколько я понимаю. Сколько? Сколько вы должны? Еще двое должны быть рядом. Сидеть рядом со мной. Ну, они избегут наказания, да? Да. Нападали скопом, а отвечать одному. По действующему законодательству, перед служителями Фемиды, предстал лишь единственный совершеннолетний участник издевательств. Подсудимого за совершение действий сексуального характера и истязаний в отношении потерпевшего приговорили к реальному сроку. Окончательно знать Шляпкину наказание в виде шестиле от лишения свободы. Подбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Что касается остальных участников пьяной оргии, то их после случившегося исключили из учебного заведения. Но родители добились их восстановления в техникуме через суд. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.